Сталинград Таким образом решались важнейшие задачи. Это выйти в Сталинграду, это прежде всего перезать важнейшую транспортную артерию, реку Волгу, по которой снабжение шло между центральными частями страны и югом, ее житницей, там, откуда поступала нефть, продовольствие, промышленные товары. Это был мощный, в том числе и промышленный потенциал, включая и, собственно, сам Сталинград и целый ряд других городов юга России. Значение Сталинградской битвы – общий перелом в ходе всей Второй мировой войны. Враг лишился сотен тысяч опытных солдат и офицеров. Вынужден был отступить с Северного Кавказа, оставить Ставрополье, Кубань и Ростов-на-Дону. В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. В марте 1943 года, под влиянием поражения в Сталинградской битве, немцы очистили территорию Ржевско-Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали безопасности Москвы. Теперь всему миру стало понятно, что СССР не проиграет войну нацистской Германии, а будет и дальше наступать до полного поражения гитлеровского блока. Дело в том, что Сталинград еще весной 1942 года был толовым городом. Рядом с ним по бескрайним Донским степям не было никаких серьезных укреплений, войск. Это был тыловой район Восточного фронта. Но благодаря тому, что произошла так называемая Харьковская катастрофа, когда советские войска потерпели серьезное поражение под Харьковом и открылся фронт шириной 200, а то и 300 километров, то за короткий срок немецко-фашистским войскам удалось пройти сотни километров, и Сталинград превращается в важнейший опорный пункт на Восточном фронте, от судьбы которого во многом зависела и будущая судьба войны в целом, и в том числе возможности скорой победы советских войск на Восточном фронте. Из-за поражения под Сталинградом начался кризис в профашистских режимах Италии, Румынии, Венгрии и Словакии. Турция сохранила нейтралитет, ее власти отказались от вступления в войну. Победа под Сталинградом ускорила процесс формирования антигитлеровской коалиции. Ее следствием стала Тегеранской конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля в ноябре 1943 года, на которой было достигнуто решение об открытии второго фронта в Нормандии в 1944. Начинается коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Вторая часть битвы, это контрнаступление, завершилось успешно. В плен сдалось более 90 тысяч немецких солдат, большое количество генералов и даже фельдмаршал Павлис лично капитулировал. Это был, конечно, серьезнейший удар. Разгромлены были армии союзников, которые участвовали вместе с Гиттером, так называемый походе на Сталинград. Ну и, конечно, советская экономика показала свое преимущество в плане выпуска современной массовом виде военной продукции, самолетов, танков, артиллерии и много-много другого. Результатами сражения стал тот факт, что Красная Армия приобрела для себя необходимый опыт окружения вражеских сил и последующего их уничтожения, что в дальнейшем очень пригодилось в ходе наступления. Жертвами Сталинградской битвы как с одной, так и с другой стороны стало не только более миллиона человеческих жизней, но и десятки единиц уничтоженной техники, однако важнейшим фактором. Остается ослабление немецкой авиации, что, как следствие, отлично отразилось на атаке советской армии. В мире очень высоко оценили эту победу. Также впервые в ходе Второй мировой немецкая армия понесла настолько сокрушительное поражение. А ведь раньше она одерживала победу одну за другой. Мир увидел, что и гениальная тактика немцев может дать трещину. Лидеры многих государств писали Сталину, что эта победа просто гениальная. Елизавета Газизянова, Универ Новости.